Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о северном ледовитом океане что мы знаем о нем скорее всего что это вершина планеты на которой как считают многие живет дедушка мороз то что название странное тоже ясно северный полюс тоже там находится на суше или на воде непонятно но то что там холодно сомнений ни у кого не вызывает и кто там живет и что за рыбы там плавают а может и не плавают а они там просто есть и их достают в кубиках льда и так и привозят свежемороженом виде и по сути это действительно малоизученное место так давайте же изучим то что изучено ну или хотя бы попытаемся увидеть и услышать небольшую часть об этом удивительном и необъятном водном участке нашей планеты северный ледовитый океан одна большая достопримечательность и чудо природы самый загадочный самый не изучены самый маленький самый не соленый в общем как всегда на нашей планете самый-самый но давайте по порядку до северный ледовитый океан самый маленький не глубокий из океанов нашей планеты. Его площадь составляет лишь 4% земных вод. Хотя и является самым маленьким океаном на Земле, его площадь составляет 14 миллионов квадратных километров, что в два раза больше площади Саргасового моря и в пять раз Средиземного. Самое глубокое место в Северном Ледовитом океане исследователи обнаружили в Гренландском море. Его глубина составляет 5527 метров, тогда как средняя глубина только 987 метров. Северный Ледовитый океан расположен между Евразией и Северной Америкой. Граница с Атлантическим океаном проходит по восточному входу Гудзонова пролива, далее через пролив Дэйвиса и по побережью острова Гренландия до мыса Брустер, через Датский пролив, затем к Фарерским островам, далее к Шетландским островам и по 61-й северной широты до побережья Скандинавского полуострова. Границей с Тихим океаном является линия в Беринговом проливе от мыса Дежнёва до мыса Принца Уэльского. Площадь морей, заливов и проливов Северного Ледовитого океана составляет 10 миллионов квадратных километров, а это 70 процентов от общей площади океана Баренцево-Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, Море Бафорта, Море Линкольна, Гренландское, Норвежское, Белое и Море Баффена. Самым крупным заливом является Гудзонов залив. Северный Ледовитый океан занимает второе место в мире по числу островов после Тихого – крупнейшего океана на планете. В этом холодном океане расположен крупнейший остров на Земле – Гренландия. Площадь Гренландии составляет почти 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров. Кроме того, здесь находится второй по размеру архипелаг на планете – Канадский. Северный Ледовитый океан окружен сушей Евразии, Северной Америки, Гренландии и Исландии. Воды Северного Ледовитого океана менее соленые, чем в других океанах. Это объясняется тем, что в него впадают крупные сибирские реки, опресняющие его. Да испарение-то не сильно велико при таком-то холоде. Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого океана занимает шельф, а это более 45% дна океана, и подводные окраины материков – до 70% площади дна. Именно этим объясняется малая-средняя глубина океана. Около 40% его площади имеют глубины меньше 200 метров. Климат Северного Ледовитого океана определяется прежде всего его полярным географическим положением. Существование огромных масс льда усиливает суровость климата, обусловленную прежде всего недостаточным количеством тепла, получаемого от Солнца полярными регионами. Также заметим, что благодаря полярному географическому положению океана в центральной части арктического бассейна ледяной покров сохраняется в течение всего года, хотя и находится в подвижном состоянии. Также этот щит изо льда и снега изолирует поверхность вод океана от непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферы. А что у нас с течениями? Важнейшим гидрологическим фактором, влияющим на циркуляцию поверхностных вод, является мощный приток атлантических вод в Северный Ледовитый океан. Это теплое североатлантическое течение определяет всю картину распределения течений в Североевропейском бассейне. Меньшая часть вод стекает из океана в Атлантику через проливы Канадского арктического архипелага. Также существенную роль в формировании поверхностной водной циркуляции океана играет речной сток, хотя по объему он невелик. Более половины речного стока дают реки Азии и Аляски, поэтому здесь возникает постоянное стоковое движение вод и льдов. Хотя Арктика – это один из суровейших регионов Земли, где, казалось бы, совсем нет жизни, только снега и лед, тут все-таки есть удивительные представители животного и растительного мира. Похвастаться богатым органическим миром могут только Белое и Баренцево моря, а также Северный Европейский бассейн. Главными во флоре океана являются водоросли – ламинария, анфельсия и фукусы. Еще в океане есть фитопланктон, и главенствующими являются диатомовые, а их около 50% от общего числа видов планктона именно благодаря тому, что диатомии смогли приспособиться лучше других. Их секрет в прикреплении к нижней поверхности льда. Однако, хоть разнообразием флоры Северный Ледовитый океан похвастаться и не может, зато он может показать богатый мир рыб. А это около 150 видов и то, о которых человек знает, ну и конечно же выбирает себе на обед. Например, лососевые, тресковые, сельдь, камбаловые и другие промысловые виды. Также есть и большое количество птиц. А это чайки, люрики, чистики, гаги, черные казарки, которые постоянно тут обитают. А кто-то думает, где же пингвины, там же льды и холодно. А вот и нет, эти нелетающие птицы тут не живут. Они находятся в Антарктике, а это на Южном полюсе. Это человеку выжить в этих краях очень непросто. А вот матушка природа отлично приспособила своих созданий к суровым словиям. Их тут немало. Конечно не амазонка, но и из них есть любители экстремального холода. Они так и называются учеными – криофилы. Из млекопитающих тут можно найти моржей, белук, тюленей, нарвалов, песцов, леммингов и белых медведей. Сравнил так сравнил. На секундочку последний, он же северный, он же ашкуй, на нук и умка второй по величине сухопотный хищник планеты после грибнистого крокодила. Так вот этот умка может весить до тонны, а так как он еще и питается исключительно мясом, дорогу ему переходить не советую. Особенно если у него плохое настроение или хороший аппетит. Обитатели океана знамениты своими исключительными размерами. Здесь живут гигантские мидии, медузы и морские пауки, размах ног у которых до 30 сантиметров. Да и куда же деть китов, которые тоже можно встретить в водах Арктики. Еще одна особенность обитателей Северного океана – высокая продолжительность жизни. Треска в ледяных водах живет до двух десятков лет. Палтус еще на 20 лет дольше. Мидии до 25 лет, хотя в южных моряках они живут не больше шести. И это все цветочки. В водах Гренландии была поймана огромная акула, которая по расчетам ученых родилась в далеком 1505 году. Получается, что она плавала в холодных водах еще во времена Ивана Грозного. Длина пойманной гренландской акулы равна 5,5 метрам. Исходя из того, что акулы этого вида каждый год вырастают на сантиметр, ученые решили, что эта особь была рождена в 16 веке. Надеюсь, они ее отпустили, чтобы эта каракула прожила еще не одну сотню лет. Природа Северного Ледовитого океана находится в хрупком равновесии, которое очень легко нарушить. Хотя государства, граничащие с океаном, подписывают договоры о защите Арктики, на деле экология океана значительно страдает от деятельности человека. Из-за того, что мусор опускается на дно, некоторые микроорганизмы не могут нормально существовать. Однако мусор на дне не самая большая проблема. Отходы, которые находятся на поверхности, зачастую оказываются гораздо опаснее. И сколько именно сбрасывают промышленные предприятия нефтепродуктов, фенолов, соединений тяжелых металлов, азота и других веществ, кажется, не знает никто. А ведь эти соединения приносят невосполнимый урон местной флоре и фауне. Да и из истории никуда не выкинешь старые ядерные испытания во второй половине 20 века, которые тоже сыграли свою роль в ухудшении экологической обстановки. За 36 лет ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле было совершено 135 ядерных взрывов. Также было радиоактивное заражение большой территории после того, как 21 января 1968 года на северо-западе Гренландии потерпел крушением бомбардировщик Б-52. Бомбы, которые у него были на борту, раскололись после падения. Северный Ледовитый океан также является самым чувствительным океаном в плане глобального потепления. Так как льдов становится меньше, то количество отраженных солнечных лучей тоже становится меньше, что нагревает планету еще сильнее и усугубляет ситуацию. От отсутствия летних льдов страдают животные, которые используют ледяные мосты. Для перехода без переправы они зачастую оказываются в ловушке и обречены на голодную смерть. Итак, дорогие подписчики и те, кто еще не подписался, мы выяснили лишь небольшую часть интересных вещей о Северном Ледовитом океане. Но одно но. Что за странное слово ледовитый? Почему не просто Северный океан? В детстве мне казалось, что это Северный Ядовитый океан и в дальнейшем мне там делать нечего. На деле все оказалось намного проще. Раньше этот океан как только не называли и Гиперборейским и Ледовитым морем и Северным океаном и Северным полярным морем и Дышащим морем да и кто хотел называл морем океаном. Но не так давно был такой русский адмирал Лидке. Подумал он такой и назвал океан Северным ледовитым. Так это всем понравилось, что в 1935 году это название утвердили и внесли во все карты. Во все да не во все. Иностранцы называют его Арктическим океаном. Хотя на данный момент слово ледовитый то по сути старое и означает скопление льда. Но суть до дела не меняет. Меньше океан от этого не станет. Может кто из подписчиков в будущем подумает и назовет его Северным ледниковым океаном. Главное чтобы всем понравилось. Спасибо что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Планета Земля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...